Всем привет! Сегодня 11 августа, Московская область. Настроение хорошее, потому что у нас тепло. Плюс 20 это точно, но ночью обещает плюс 12. Но вчера была жуткая погода. Я вчера снимала видео, показывала теплицы. 10 градусов было вчера, аж пар изо рта шел. Так было холодно. Ночью, наверное, 4 было. А вот сегодня наипрекраснейшая погода. Хочу прогуляться по огороду, по открытому грунту. А то я все, мне кажется, только теплицу показываю и все. Здесь, возле цептика, я высаживала подсолнухи. Наконец-таки они у меня зацвели. Такие некрасивые. Эти подсолнухи были посажены специально, я высаживала для семечки. Вот, шляпка маленькая, а семена, смотрите, какие большие. Эта семечка должна быть черная с белым бочком. В этом году они не крупные сами по себе подсолнухи. Может быть, я еще неудачно их посадила. Вот, тоже для семечки высаживала. Тоже очень крупные будут. Это у меня подсолнухи декоративные. Вот-вот уже наклевываются. Между прочим, сегодня закрою шляпки марли, потому что птицы не дремлют. Они сразу все выклевывают. Здесь у меня посадки земляничные. Сейчас покажу. Это на открытой земле. Посажена мульча. Здесь у меня был хвойный опад, но я убрала. Вот, куст. Весь цветет. Сейчас соберу, покажу, как красиво. Это сорт, сейчас прочитаю. Сорт искушения. Выращивала я его из семян. Понравился мне этот сорт. Или, не знаю, или гибрид это. В общем, весь он в соцветиях. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять цветоносов. Здесь вот такая ягодка мелковатая. То есть, ягода не крупная, но, между прочим, сладкая. Даже если при неналичии солнца, она довольно-таки сладкая. Мне понравился. Куст такой росленький. То есть, он не маленький. Здесь только один кустик. Я все высаживаю по одному кусту. Я не люблю высаживать два-три кустика вместе. Так, здесь у меня тоже искушение из семян выращивала. Вот искушение тоже. Вот, маленькие такие клубнички, землянички. Здесь у меня сорт тоже искушения. Вот тоже весь на цветоносах. Цветоносок. Вот. Вот. Цветут, цветут и цветут. Если была бы теплая такая солнечная погода, конечно, это было бы уже все в красных ягодах. Но нет погоды и нет, конечно, этого урожая хорошего. Тоже искушение. Вот. Это, между прочим, вот он, один цветонос. Вот второй. Вот здесь уже третий. Вот идет. Это сорт я выращивала. Гигант называется. Дает массу усов. Усы, как видите, я уже убрала, потому что рассадила. Сейчас покажу. И вот его рассадила вторым усиком. В общем, листья, конечно, громадные. Вот. Такое рослое растение. Усов дает куча, но не цвел. Вообще цвета не было ни разу. Ой, здесь у меня раз, два, три, четыре. Это четыре куста купчихи земкуники. Начала она массово цвести. Но не все кусты, между прочим. Этот куст цветет. Уже вот ягодка. Вот. Здесь цветоносы. Вот цветоносы. Куст очень мощный. Цветы тоже такие довольно-таки крупные. Ну, смотрите, красивые такие вообще. Так, куда купчиха-то у меня? Очень мощные кусты. Смотрите, вот. То есть все, один кустик. Тоже по одному сажаю. Вот уже цветет. Это второй куст уже у меня цветет. Вот. Выдвигает цветоносы потихоньку. Вот ягодка. Ну, пока ничего о ягодке, конечно, не могу сказать. Потому что она еще, конечно, не красная. Ну, по ягодке, конечно, похоже, что это купчиха. Вот она такой в виде лопаточки. Ну, не все, конечно, такие ягодки. Вот. Зеленые. Я все-таки надеюсь и предполагаю, что это купчиха. Заказывала я саженцы в русском огороде. Вот этот куст, этот третий купчихи у меня просто не усов не дает и не цветет. Но мощное разрастается. Здесь вот он выдвигает, выдвигает. Вот все новые листочки. Кусты, конечно, очень большие. Расстояние между растениями у меня здесь 40 сантиметров. Вот, представляете? И уже почти скоро листья сомкнутся. Так что минимум 40 нужно высаживать. Здесь тоже не цветет, ни усов нет. Здесь сорт Шиндлер. Тоже не цветет, но уйма просто невероятное количество дает усов. Такие хорошие уже кустики. Конечно, это, по-моему, если я не ошибаюсь, позднеспилый сорт Шиндлер. Так, не, Шиндлер, да, написано вроде бы так. Вот, усы все я, конечно, убрала. Все, вот эти три куста у меня Шиндлера, вот так, все было просто в этих бусиках. Очень прям такой плодородный в этом плане. Вот, тоже лист чистый, красивый. Ничем я не обрабатываю клубнику, ну, вот так как-то. Посадки у меня все молодые. Эти все, всю вот эту полностью грядку, вот эту, я высаживала поздней весной. Я эти саженцы приобретала в Московской области, в общем, в садовом центре. Через интернет заказала, приехала и забрала самовывозом. Хорошая рассада, мне прям вообще так понравилось. Это альбион, такой компактный кустик, очень аккуратненький. Цветоносы у него крупные, прям на такой крупной, на толстой ножке, они не заваливаются, не падают. Тоже раз, два, три, четыре, пять. Пять цветоносов сразу выдвигает. Такая ягодка, я ее уже пробовала, вот она висит. Уже срывали мы очень красивая ягода, она такая алого цвета, но внутри такая есть беленькая, как сердцевинка у этого сорта, альбион. Вот уже альбион, светет. Цветоносы, конечно, мне понравились, что они крепкие и не ложатся на землю. Это у меня сорт тоже альбион. Такая ягодка вытянутая, красивая ягода. Кисло-сладкая, вкусная, десертная такая ягода. Так, это у меня тоже альбион. Крупная довольно-таки вот. Тоже раз, два, три, четыре. Четыре цветоноса сразу выдвигает. Так, это сорт Монтерей. Еще не пробовала эту ягоду, не знаю. Куст довольно-таки мощный. Вот он. Раскидистый такой, высокий довольно-таки. Тоже вот такие крупные у него толстые цветоносы. Вот ножка какая крупная. И ягодка тоже довольно-таки вот. Только начали наливаться ягодки. Я считаю, что это тоже крупная. По вкусу не знаю, буду пробовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть цветоносов сразу выдвину. Вот тоже Монтерей цветет. Еще раз скажу, что это прям все молодые-молодые кустики. Это у меня сорт Азия. Не пробовала еще ягоду, не давала. Только дала усы. Которые я у земляники уже убрала. Кусть такой тоже немаленький. Лист крупный довольно-таки. Вот. Посадка молодая. Поэтому растения будут еще набирать массу зеленую. Смотрите, вот листики какие крупные у нее. Лист чистый, хороший. Ну, еще не цвела ягоду. Я не пробовала. Хотя хорошие отзывы о Азии пишут. Азию я пробовала в сабхозе имени Ленина. Там они ее выращивают. Мне понравилось, поэтому я и захотела ее посадить. Это у меня полка. Сорт тоже выдвигает только усики. Но она еще не цвела ни разу. Ягоду еще не видела. Это тоже полка. Это полка тоже растение такое низкорослое. Листвы много. Так, это сорт Заря. Выращивала из семян в этом году. Саживала весной. Тоже, смотрите, раз цветонос, два цветонос. Кустик. Вот здесь еще цветоносики. Куст небольшой, компактный. Но цветет прям вообще обильно. Мне понравилось. Ягодку я уже, между прочим, пробовала. Она не крупная, но сладкая. Прям по вкусу мне понравилась. Но ягода не крупная. Вот тоже Заря из семян. Вся в цветоносах тоже цветет. Вот, вот. И здесь тоже. Это у меня тоже Заря. Вот такая клубничка. Она, знаете, это вот самая мелкая. Чуть покрупнее она. Вот. Вот, смотрите, один кустик. И сколько цветоносиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять цветоносов на одному кусту. Они такие прям компактные. Такие маленькие, хорошенькие. Тоже мне понравилось. Ягода вот, реально она вкусная, сладкая. Даже вот при условии, что у нас нет солнца. Мне понравилось. Здесь у меня красавчики бархатцы растут. В общем, вот такая грядочка. Мульчу убрала. Что-то, знаете, мне еловый опад. Мне очень понравился в землянике мульчировать. Здесь у меня, я ее подкармливаю. Развожу и биогумус проливаю. Там, не знаю, раз в месяц, наверное, я это делаю. Жидкий биогумус развожу на 10 литров и проливаю. И сегодня, вот, вчера обрезала усы. Сейчас покажу, я их высаживала. И подкормила. Здесь у меня землей перемешан перепревший коровий навоз. Вот. Все здесь я это дело подсыпала под каждый кустик. И сейчас перед отъездом в город я всю землянику пролью. И тут, как это сказать, жизнь не стоит на месте. Решила я попробовать посадить землянику на укрывной материал, на черный. Никогда вообще этого не делала. Но вот решила, я попробую, думаю. Значит, грядки у меня под клубнику вообще они 6-метровые. Ширина 80 у них. Значит, купила укрывной, натянули. Земля здесь у меня заправлена очень хорошо. Здесь земля смешанная с перепревшим навозом. Добавлен песочек. В общем, здесь вкуснятина вообще по полной программе. И затем я натянула вот этот вот укрывной материал, прибила к доске. Такая грядка у меня здесь поднята. Вот такая в одну доску с тыплером строительным. И все. И получается вот такая красота. Конечно, аккуратно здесь зашкаливает. В плане того, что нет ни грязи, ничего. Ну, в этом плане мне пока понравилось. Не знаю, как она уже будет расти. Высаживала я эту землянику вчера вечером. Можно сказать, уже ночью в 10 часов вечера высадка была. Как раз погода прохладная. В общем, высадила. Вот вчера полила и вот сегодня утром полила. Сейчас перед отъездом еще раз полью. Первые дней 5 нужно каждый день землянику поливать. Она у меня здесь тоже подписана. Видите, сколько кустов у меня высажено. Пока подписываю. Я хочу понять, если мне какой-то сорт не понравится, я просто его буду вырывать бессчадно и утилизировать. Если сорт для меня не подойдет. И вот таким образом я вчера высадила. Расстояние я сделала между растениями 30 сантиметров. Мне показалось, что этого будет здесь достаточно. Собрала урожай арбуз. Это сорт огонек. Вот эти точно вызрели. А вот эти 4 конечно под вопросом. Но я в конце видео разрежу, покажу, какая мякоть у них. Будем сегодня пробовать. Это первые арбузики. Это всего наросло у меня с 3 кустиков. С 3 растений. Я сегодня собрала. Попробую, покажу. Здесь я высадила лук, который выращивала через рассаду. Это для получения луковицы в однолетней культуре. Сорт фермер. Высадила его поздно, наверное, в середине июля. Примерно так. Он только начал луковицу наливать в головку. Уход тот же самый, как и за всеми луками, которые я выращиваю. Сегодня подсыпала залу, смешала с землей. Иногда просто прямо луковицей вырываю, в салаты добавляю. А здесь у меня высажен новозеландский шпинат. Хотела вам показать. Вот кто ни разу не выращивал, попробуйте. Очень интересно. Во-первых, начнем мы с семян. А семена сами по себе очень интересны. Они крупные, такие неправильные формы. Очень крупные семена. И такие они угловатые, островатые. Я первый раз его выращиваю. Мне понравился. Листик, конечно, по нежности, если сравнить с обычным шпинатом, то он чуть-чуть плотноватый, жестковат лист. Сам по себе такой, более упругий. Но он, самое главное, не стрелкуется. Вот он растет, наращивает зелень. Я просто листики срываю и все. Мне прям он, знаете, прям понравился. Будут семена, и я хочу с него собрать семена. Когда покупала их, мне продавец посоветовал. Говорит, посадите, не пожалеете. Она его выращивала. Довольно-таки хорошая зеленушка. Я думаю, также ее можно и заморозить. Вполне. Но семена обязательно соберу. А здесь у меня царство салатов. Здесь разные салаты. Вот такой и курчавый, и вот такой рифленый какой-то. В общем, здесь несколько сортов. Я в кучу, в кучу все высаживала. Срываем и просто листики рвем и прям с корешком вырываем. Так, здесь у меня посажен вдоль грядки укроп. Этот укроп я специально выращиваю для заморозки. Нарастет. Прямо молоденькая зеленью все буду срывать, срезать. А здесь высеян у меня два вида дайкона розовый и круглый там, Саша. Здесь репа розовая. Здесь черная речка. В общем, вот так. И по краю укропчик. Укроп пока здесь будут корнеплоды нарастать. Укроп я уже уберу, поэтому он мешаться не будет. Здесь поздняя высадка у меня цветной капусты. Вот. Посадила просто семенами. Положила семечку, прикрыла чуть-чуть торфом верховым и все. Вот вылезла капуста. Это цветная, я уже, по-моему, сказала, капуста. Вот именно эту капусту я буду собирать чуть ли не в октябре. Вот эту. И она идет у меня на заморозку. Очень любим мы мороженую цветную капусту, поэтому я много ее высаживаю. У меня сейчас уже высажена. Вот-вот качанчики уже завяжутся. Будет готово. А здесь приеду с отпуска в конце сентября. И уже будут, я думаю, качаны завязаны. Вот буквально здесь сколько у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь кустиков капусты. Восемь. Достаточно для заморозки. На нашу семью хватит. И здесь еще одна грядка всего. Я решила высадить три грядки земляники крупноплодной. Это вот сегодня высаживала. Тоже на черный укрывной материал. Буду пробовать эту технологию. Тоже шестиметровая грядка. Ширина 80. Подписала. Жарковато. Вот она немножко легла. Но ничего, отойдет. Я еще перед отездом полью ее хорошо. Тоже здесь грядка очень хорошо унавожена. Очень хорошо заправлена. Чтобы земля была жирная. Потому что возможности, как в той грядке, где маточные кусты у меня подсыпать какое-то удобрение живое, нет. Здесь, видите, все закрыто. Поэтому земля реально здесь хорошая. И здесь оставила еще дырочки. Это я хочу высадить какой-нибудь сорт. Купить прям ранние-ранние земляники крупноплодные. Это для ребенка, чтобы он прям вот рано-рано начал ее есть. У меня здесь сорта и средние, и поздние, и ремонтантные. Вот тоже тыква. Куча земли моей любимой. И вот она тыква. Помните, когда я ее сюда мучилась, пересаживала, уже взрослые растения. Были буквально, наверное, плети по метру. И все. Она у меня сидела в контейнере. Хотела я вырастить в этом году в контейнере. Ничего не получилось. И уже взрослые растения я пересаживала на кучу. И вот вам, пожалуйста, тыква. Вот моя рука и уже вот такая тыква. И это колоссальная-колоссальная разница. Листва наигромеднейшая. Вот рука и вот листва. Но это не сравнится с контейнером, конечно. Нарастают тыковки хорошо уже. Я все-таки надеюсь. Вот они, видите, все. Вот тыковка, тыковка. Плеть я уже прищипнула. Где тыква, как обычно, растет и огурец тыква. Идет вот он, кормящий лист. Вот он. Прямо у плодоножки здесь. И сейчас покажу. И отсюда идет пасынок. Вот обычно всегда так и есть. Отсюда пасынок. Так вот, этот пасынок нужно обязательно обрезать, убирать. Потому что вот этот пасынок начинает тянуть на себе питание. И тыква замедляет свой рост. Отсюда вот пасынок был убран. Плетья я не двигаю. Потому что они здесь дают дополнительные корни. Дополнительное питание для плодов. Вот такая тыковка, царь на лягушке, между прочим. И здесь также у меня два сорта сидит. Я уже не полезу. Это мне надо на кучу подниматься. Тоже здесь есть тыковки. Ну вот. Они, конечно, маленькие. Я не знаю, вызрит они или нет. Им еще расти полтора месяца до уборки. Ну, когда я обычно их убираю. Посмотрим, вызреет. Значит, вызреет. Нет? Ну, что же поделаешь. Ну, я надеюсь, хотя бы, может быть, одну-две тыквы я получу. Вот. И там еще есть такие тыквы. Ну, конечно, не поменьше. Здесь у меня растет лагинария. Прямо в подножье. Тоже себя классно чувствует. Но плохо завязывает плоды. Вот она. Я ее тоже убрала с контейнера. Вот она хорошо так пошла. Но не цветет. Плохо цветет. Для сравнения хочу показать тыкву, которая растет в мягком контейнере. Изначально она у меня, собственно говоря, вся росла в контейнере. Я ее потом пересадила вот на кучу, которую я вам сейчас показывала. Это вот тыква, которую я не стала пересаживать. Потому что куча маленькая. Сортов несколько. И не хотела друг на друга сажать. И вот она тыква. Она одна-единственная завязалась. Вот она маленькая. Вот не растет ни туда, ни сюда. Вот мертвым колом встала и все. Листвы мало. Что это за листва для тыквы? Это, я считаю, вообще ни о чем. Бледная листва. В общем, вид у нее нездоровый. И вот арбуз. Там арбуза я уже сняла. А здесь вот она плеть. И вообще она бестолковая. Свел что-то, пытался цвести. Но это так. Это я буду убирать. Может быть, даже сегодня и уберу это дело. А это лагинария. Я вам показывала ту лагинарию. И вот она, конечно, завязала. Вот один плодик. Но тоже еле-еле. Прям душа в теле. Очень плохо. Очень плохо. В общем, есть, я знаю, люди, которые выращивают в контейнерах. И им нравится. И получают они довольно-таки хороший урожай. Я вообще с этим не спорю. Но у меня не получается в контейнере выращивать тыквы. Пробовать я больше не буду. В таком контейнере я попробовала вырасти картошку. Вот она классная. Я ее уже выкопала. Видео не снимала. Здесь огурцы в открытом грунте. Ой, еле-еле душа в теле. Не накрываю ничего. Ночи холодные. Это вот сегодня тепло. А так 4 градуса тепла. Ну, конечно же, огурцов здесь мало. Всего с этих трех растений было собрано 3 огурца. Это сорт НК мини. Между прочим, вот хвалили этот огурец. Говорили, да, он реально вкусный. Что он очень вкусный. Действительно, он очень вкусный. Вот эти 3 огурчика. Настоящий такой, знаете, огуречный вкус и запах. И прям сладковатый он. Ну, я вообще в восторге от этого сорта. Хочу 1 огурец или 2, сколько получится, оставить на семена. У меня есть еще прошлогодние семена, но буду пробовать оставлять огурчик. Она растет, прям вот специально оставлю. Не забывайте, это, конечно, сорт. Это пчела опыляемый. Дожди у нас лили. Никто не летал, никто не опылял. Опылением огурцов я не занимаюсь. Но они все равно завязываются. Вот они, видите, какие они малыши-крепыши. Вот, они совсем маленькие. Вот я не оставила уже, только сорвали огурчик. Они вот такие. Прям они такие классные, они такие красивенькие вообще. Понравился сорт. Семена буду собирать. Ну, а здесь у меня капуста растет. Это капуста поздняя. Только на квашение. Вот сколько здесь качанов. Я не знаю, не считала даже. Хорошие уже качаны. Капусту мы любим квашную, поэтому на квашение ее и высаживаю. Вот такие. В этом году, честно признаться, я вообще ничем не удобряла. Обычно я хотя бы проливаю зеленым удобрением. Или огуматом калия обязательно. Вот она сидит, гусеница. Надо ее убрать. Вот. А в этом году, ну, ничем вообще не подкармливала. Уж думала, она у меня вообще не завяжется никак. Ну, чего, завязалась. Хочу на следующей неделе все-таки пролить ее огуматом калия попробовать. Потому что, ну, уж совсем ничем не подкармливала. Цветочки. Это однолетние георгинки. Веселые ребята называются. Прислабелия кустовая. Бедная. Уже вся поморщилась, вся подвысохла. Холодно. Я ее не убираю. Вот она вот растет в открытом грунте. Горошек мой. Я уже начала его консервировать. Мне там попросил зритель написать рецепт. Ну, не написать, снять, да, как я консервирую горошек. Это орегонский гигант. Ой, нужно будет снять. Потому что я все так это быстро делаю. Понемножку снимаю. Мы сначала, знаете как? Я вот, когда сделаю сбор, там собирается, допустим, пол ведра или ведро. Я соберу горошка. Мы сначала его наедаемся. И же в остатках я начинаю консервировать. И обычно это немножко. Одна-две банки по 250 грамм. Вот. Теплица моя. Но я уже сняла вчера видео в дождь. Вот так она выглядит. Тоже сегодня залуб отсыпала к этим огурчикам. Включился капельный полив. Мы провели капельный полив. Вот. Но пока не до конца все здесь сделано, оборудовано. Только по одной ленте. Здесь брошено по одной. И здесь в перце на два ряда тоже одна лента. Не хватает каких-то запчастей. Поэтому вот так. Ну, капельный полив, конечно, это великая вещь. Не надо каждый день поливать. Мои петунии. Боже. Петунии вообще. Если заметили, здесь вообще практически не осталось петунии. Вот. Оставила два горшка и все. Это более такая красиво выглядит. А все остальные я выкинула. Потому что смотреть не на что. Обрезать смысла нет. Потому что уже в конце августа я уезжаю в отпуск на целый месяц. И поэтому, ну, кто и что за ними будет ухаживать. Там даже было, знаете, страшно на них посмотреть. Вот. Оставила пеларгонию. Красиво цветет. Цветоносы не просыхают. Видите? Прям заливает их дождем. Все стоит в открытом грунте. И вот два горшка с петунией. Все. Горошек также у меня растет. Бархатцы радуют, конечно. На следующий год буду высаживать побольше бархатцев. Они стоят вот на холоде. И ничего им не делается. Вот такие красивые. Это высокорослые. Я высаживала. Вот. И это другой сорт у меня. Здесь щавель. Сегодня буду обрывать его. Вот уже кто-то его жрет. Это моя кукуруза. Вот такая красавица. Сейчас опаздываю. Посмотрю. Точины уже нарастают. Между прочим, надо мне это посмотреть. Может они здесь уже созрели. Потому что уже, видите, вот эти рыльца становятся коричневыми. Надо будет глянуть. Там завязываются кочны. Там, там. Здесь у меня корневая петрушка. Я ее буду обрежу и буду выкапывать для получения корня. Я сюда пройду. Вот видите, это корневая петрушка. Я буду стебли вот так состригать и выкапывать. И буду сушить петрушку, корневище ее. И в зиму буду высаживать тоже корневую петрушку. Прямо здесь. Самое мило дело. Кто не хочет мучиться с рассадой. И тем более петрушки. Где-то там ее в теплице выращивать. Высевайте прям уголок корневой петрушки. Она двугодичная. Она будет расти. Даже снег будет лежать. Она будет расти. Ой, здесь у меня кабачки. Видите, какая беда. Напала мучнистая роса. Вот. Что хочу сказать. Подрастаю сейчас кабачки. Я это все буду вырывать. Не буду ничем ее обрабатывать. Ничем я этим заниматься не буду. Потому что уезжаю. И здесь некому будет их собирать. Вот я соберу урожай. Еще сделаю пастилу. У меня замороженная свородина черная лежит. И все. И они мне абсолютно будут не нужны. Так. И сегодня надо обязательно мне глянуть. Ой. Кукурузу как она. Горошек. Растет. Сегодня буду собирать обязательно. Тоже лобелька здесь растет. Это горох фиолетовый. Вот такое кустище вообще. Тоже нужно собирать. Его прям полно. Очень урожайный сорт. Смотрите. Прям полно-полно. Это теплица томатная. Я убрала уже урожай. Сан-Марцана тоже буду на днях собирать. Может быть сегодня или завтра буду вялить томаты. Тоже хочу видео снять. Не знаю, будет такая возможность или нет. Это здесь уже, видите. Бархатцы стоят. Тоже всю петуню, которая здесь была, все убрала уже. Смотреть на нее было страшно. Тоже в следующем году побольше посажу однолетних таких георгинок. Веселые ребята. Вот с солнышкой уже пчелки трудятся. Когда солнца нет, конечно, очень тоскливо. И холодно. Вот такая красота. Вот они цветут бесконечно. Цветут. Один отсвел, следующий тут же расцветает. Прям здорово. Так, здесь у меня баклажаны. Баклажаны нормально. Подкормила ягуматом калия. Первый сбор я уже сделала. Нарастает второй урожай. Вот. Сорт отличный. Корейские корли. Буду собирать семена. Тоже хочу снять видео, как с баклажан снимаю семена. Так, а еще хотела показать. Здесь у меня морковь растет. Я ее проредила. Вот она, красавица. Видите? Такое расстояние оставила. Это гибридная морковь. Ой, гибрид какой забыла. Сейчас скажу. Дордонь. Это Дордонь. Дворидка у меня здесь. Хвалили этот гибрид. Вот высадила. Посмотрю. Посадила я эту морковь очень поздно. Видите? Она небольшая у меня. Вот. Только-только нарастает, да? Видно, небольшой корнеплод. По-моему, в начале июля я ее высаживала. Высевала. Прям сухими семенами. Здесь у меня два сорта. И здесь свекла грядка. Грядки шестиметровые. Секла тоже вместе с морковью высевала поздно. Вот она. Между прочим, уже и прилично наросла. Смотрите, какие. Чуть-чуть давно не заглядывала. Тоже у меня здесь один гибрид. Еще здесь цилиндры немножко посажены. Сейчас покажу. Вот цилиндра растет. Она небольшая, потому что я ее поздно посеяла. Так рвать уже, честно сказать, уже и можно. Я люблю, когда она не очень крупная. В общем, тоже шестиметровая грядка. Вообще достаточно. Какой-то сортов, цилиндр плохо у меня взошел. И здесь высадила капусту. Это... Забыла. Цветная капуста. Вот цилиндра уже вот такая. Здесь еще растет капуста брокколи. Видите, основной вкачан я уже убрала. Заморозила. Полюбилась нам в прошлом году брокколи мороженое с цветной капустой. До этого ребенок вообще как-то не ел. А в этом году, вот зимой, мы ее прям вообще-то хорошо ели. Пришлось, не хватило моих запасов. Мы покупали уже мороженое. Поэтому в этом году я решила побольше сделать. Вот. Уже в пазухах эти дополнительные растут. Ну вот. Гусеницы здесь. Тоже ничем не обрабатывала. Ничем не поливала. Вот растет, как растет. Моя любовь. Лаванда. Здесь четыре кустика. И так уже разрослись. Цветет шикарно. Здесь пчелы, шмели. Все лето работали на этом клочке. Здесь еще такая у меня красота растет. Цветов у меня немного пока. Потому что строительство дома, цветника у меня красивого нет. Поэтому вот такими островками у меня цветы все растут. Вот она моя лаванда. Это прошлогодняя. Она перезимовала. Вот такая красота. Здесь лаванда этого года высажена. Голубая. Вот такая. Видите, какая она уже разрослась. Кустиком таким хорошим. Возможно, она была бы, конечно, еще больше. Но я ее постоянно подрезаю, потому что черенкую. Вот там еще кустик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть кустиков здесь. Такой лаванды. Стригу пока. Но больше я ее уже трогать не буду. Потому что я хочу, чтобы в зиму она нарастила хорошо зелень. Чтобы она у меня перезимовала. Это лаванда тоже выращенная из семян. Мною в этом году высажена. Гибрид или сорт. Не знаю. Сложное название. Сейчас не вспомню. Цветет красиво. Очень насыщенный такой цвет у нее. Ну, прям красивые. Смотрите. Очень красивые такие кустики. Вот они совершенно отличаются от той лаванды прошлогодней, которую я вам показала. Цветет. Ну, прям мне так понравилась. Она пахуча, такая классная. Такая. Тоже цветоносый я обрезаю, потому что ко мне, когда приезжают в гости, я обязательно делаю букетик лаванды. Люди просто в восторге. Знаете, оказывается, получить маленький букетик с лавандой, Это очень и очень для людей. Такое, знаете, как получить букет красивых роз. Даже как-то приятнее. Просто я вижу, когда люди получают букетик с лавандой, в каком они полном восторге. Такие кустики. Здесь всего три кустика. Тоже постоянно подстригала. Я его черенковала. И здесь у меня еще лаванда. Это горная лаванда. Привезла я ее из Сочи. Купила там рассаду и посадила ее, высадила. Такие, смотрите, уже кустики приличные. Были, наверное, в два раза меньше. Но не цветет она. Я ее тоже постоянно подстригала, потому что черенковала. Вот она прям хорошо-хорошо кустится. Если вы заметили, с теми сортами. Это горная лаванда. Она такого сизого цвета. То есть у нее листья с каким-то белым напылением. Очень пахучая. Три кустика я привезла. Все три принялись, растут. Я вот прям жду, не дождусь ее цветения. Очень хочу посмотреть, как же она цветет. Не знаю, в этом году будет или нет. Ну ладно, надеюсь на следующий год, чтобы зацвела, перезимовала у меня. Очень красивая. Прям листва я имею в виду. Пока только листва. Более она лист. Смотрите. Просто кому интересно, тема лаванды. Лист более удлиненный. Он тоже узколистный. И вот такое вот у него напыление. Наверное, не видно. Сизость вот эта. Красивая. Здесь грядки. Здесь был рост чеснок. И чтобы пока не пустовало, я не убирала грядку. Но со временем, когда отсюда все уберется, этой грядки тоже не будет. Они уже трухлявые. И не стала их убирать летом. Видите, уже все разваливается. Им уже по 4 года этим грядкам. И буду убирать. Здесь бархатцы такие красивые. Выращивала из семян. Низкорослые. Этот цветок, помните, я высаживала лаванду. Она английская называлась. И выросла вместо лаванды вот такой цветок. Не знаю его ни названия, ничего. Но я его все-таки выходила. Из всех семян у меня выжило только одно растение. И вот так она разрастается. Такое красивое оказалось. Она ничем не пахнет. Похоже, как на полевой какой-то цветок. Но у него такие нежные цветочки. Розовенькие. Ну, красота прям вообще-вообще. Очень красивый. Не знаю, что за цветок. Если вы знаете, напишите. Мне прям интересно, что же это. И он прям таким большим кустом. И очень красивые цветы. Великолепные. И знаете, что самое интересное? Что все бутоны образуются по всему стеблю. Вот видите? Вот тут практически от начала, где растет. И пошли все бутоны, бутоны, бутоны. И вот до самой верхушки. И заканчивается вот таким количеством бутончиков. И он постоянно цветет. Не было дня. Даже в холодную погоду, чтобы он не цвел. Вот такие коробочки образуют. Красивые. И холод, и дождь. И он цветет, и цветет. Ну, прям вообще неприхотливое растение оказалось. Но название не знаю. Здесь же и цветы. Рукула посеяла. Здесь же вот у меня и горошек лезет. Ну, такой обычный я высаживала. Это низкорослая спаржевая фасоль. Здесь высаженная. В общем, здесь вообще растет все по чуть-чуть. Потом все это уберется. И грядка эта тоже уберется. Вот. Здесь у меня тоже эта грядка из-под чеснока. В этом году. Ну, в прошлом год, когда я высаживала под зиму. Тоже эту грядку буду убирать. Когда уберу всю эту капусту. Здесь у меня брокколи. Вот. Тоже надо будет срезать небольшое. Основные кочаны вот уже я сняла. Центральные. И здесь уже начинает, видите, закладка в пазухах. Эти все брокколи. Брокколи, брокколи. Вот такие вот соцветия уже пошли. Повторные. Здесь тоже уже срезан основной. Основная головка. Вот пошли пазухи. Вот сажать такие сорта, которые дают в пазухах дополнительные соцветия, самое выгодное. Потому что не все сорта брокколи дают дополнительные головочки. А этот цветет, как вы думаете. Вот он лист. Вот такой листик. Догадались? Это люфа растет. Цветет. Вообще здесь живности на этой люфе полным-полно. Но что самое интересное, соцветия, видите, у нее какие длинные, большие. Но она не образует почему-то плоды. Вот эти вот люфа, так называемую мочалку, она не образует почему-то. Вот здесь высажено, видите, одно растение. Все-таки я решила его высадить. А нет, подождите. Что-то здесь начинает вырисовываться. Только заметила. Что это такое? Плодики, что ли, такие. Честно говоря, я никогда в жизни не видела, как растет люфа. Ну вот, видите, что-то образовалось. Какие-то ежики. И здесь ежик. Вот он. Может быть, это и есть. Вот нарастает люфа. Это так называемые мочалки. Вот мечтала мне ее вырастить. Не получается. Высаживала в этом году в теплице, начала чем-то болеть. Пятышки покрываться. Вырвала ее, потому что мне болячки в теплице не нужны. И все равно я ее посадила в открытый грунт. Буду смотреть. Хочу вырастить. Не могу. Вот так. И она оплела мне здесь всю капусту. Вот такая шапка растет. Но не накрывала ее ничем. Вообще растение теплолюбивое. У нас холодно. Но выживает как может. Может, за счет капусты, что у нас здесь как-то греется. Может быть. Не знаю. Вот. Сегодня вот это все пособираю. Все это мелкотню. Я ее потом бланширую и замораживаю. Здесь тоже грядка из-под чеснока, которую я собирала в этом году, тоже будет убираться. Вот эти все грядки возле теплицы я буду полностью все убирать, чтобы у меня здесь был открытый проход. Здесь и фасоль у меня спарживает, цветет. Это обычный вот шпинат. В отличие от новозеландского. Видите, вот лист какой у него. Это обычный такой шпинатик. Это уже второй посев или третий уже посев кинзы. Здесь укроп. Ну, тоже и на еду. Там укроп на заморозку. Это будем есть. На такой приятной ноте я заканчиваю свой репортаж. Я желаю вам всего самого хорошего, чтобы погода нас радовала и лето было летом. Если не подписаны на канал, подписывайтесь, мне будет это очень приятно. И всем пока. Так, ну что ж, попробуем арбуз. Это самый важный момент. Это сорт цыганок. Выращивала в открытом грунте. Ничем не накрывала. Лето, конечно, у нас было... Это точно не арбузное. Так, одной рукой, конечно, это что-то. Все делаю в перчатках. Ну, что поделать. Вот так. Ах, пахнет, боже, как он пахнет. Очень вкусно пахнет. Мякоть розовая. Не сказать, что красная. Хотя должен быть красным. Ну, возможно, что он чуть-чуть не дозрел. Вообще, арбуз этот небольшой. Он всего лишь до 3 килограмм. Но сейчас самое главное, я буду пробовать на вкус. Ну, что хочу сказать. Даже при условии, что он розовый. Возможно, что чуть-чуть не дозрел, но он сладкий. Он не приторно сладкий. Но он, правда, вкусный, сахаристый. В следующем году я постараюсь арбузы выращивать более... Уделить внимания, потому что они были не накрыты. Росли, знаете как, сами по себе. Вот, наросло мало. Но... Вкусно. Правда, вкусно. Без преувеличений. В следующем году сорт будет этот посажен. Семена, конечно, я не соберу, потому что арбузы недозревшие. У меня остались еще семена. Я их покупала у огородника. В общем, семена домашние. Вкусные. Приятного мне аппетита. Здоровски.